Всем бит! С вами Никита Буруй, aka DJ Nick Brown. Это уроки битмейкинга, и сегодня мы с вами в очередной раз поговорим про трэп-музыку, о том, как её исполнять, подчёркиваю, именно исполнять. Но, конечно же, вы узнаете ещё, как можно использовать эти штуки в записи. То есть, по сути, всё, что вы можете сыграть руками, можно нажать кнопку «рэк» и записать это. В общем, у нас сегодня трэп-бит и одно важное предупреждение. Если вы не видели видео, которое я выпускал до этого на эту же тематику, обязательно посмотрите, ссылочка в правом верхнем углу. Ну, а мы начинаем. Если вы внимательно посмотрели предыдущие выпуски, вы наверняка заметили, что я рассказываю не о всех длительностях, которые используются в трэп-музыке. В трэп-музыке зачастую используются 64-ые, разные триоли, очень быстрые. И как же это сыграть в своём лайф-сете? Ответ очень простой. Это стандартное решение для жанра трэп-музыки. Это арпеджиатор. Это такой миди-эффект, который ваш миди-сигнал дублирует с определённой частотой. По сути, нот-рэпид это и есть арпеджиатор. Но арпеджиатор в секвенсоре, например, в Ableton, можно бросать на каждый отдельный пэд и назначать отдельную длительность на каждый из пэдов. Это очень удобная штука. Арпеджиатор ставит длительность от темпа вашего проекта. Я нахожусь в темпе 75 BPM. Поэтому, если вы находитесь в темпе 150, то вам нужно делить все значения вдвое, чтобы получить результат такой же, как у меня. Итак, под правую руку мы выставляем хай-хэт 64 нотами. Под левую руку мы выставляем хай-хэт 32 триолями. То есть это те длительности, которые мы не можем сыграть руками. Именно для этого мы используем этот приём, чтобы использовать те длительности, которые не под силу сыграть физически. и попробуем сыграть с наличием этой длительности у нас в проекте. И здесь самое главное понять, что нету какой-то определенной схемы, которую я вам рекомендую, как вам расставить эти длительности. Вы можете расставить как на сильную долю, так и на слабую. Это звучит одинаково круто. Поэтому я рекомендую вам попробовать поиграть и так, и так. Резюмирую. Арпеджиатор — это классическая история для трэп-музыки. Это как бы must-have в каждом трэп-бите. И поскольку мы не можем сыграть физически те длительности, которые мы можем сыграть с арпеджиатором, он нам очень кстати в нашем лайве, и мы можем использовать эти длительности непосредственно в выступлении. Ну и, конечно, мои подписчики на Boosty уже могут потренироваться с этими сэмплами, повыставлять себе арпеджиатор. Ну а вы, если хотите присоединиться и получать сэмплы, обязательно подписывайтесь на Boosty, ссылочка будет в описании. Не забывайте про подписку на канал, она стимулирует автора делать новые видео. Ставьте лайки, комментируйте. Еще увидимся. Peace! Субтитры сделал DimaTorzok